Всем привет! С вами снова Алина и сегодня мы опять поговорим про лайфхаки. Я расскажу вам свои секреты, советы, которые связаны с гардеробом, уходом за одеждой, со стилем. В общем, я знаю, что многие просили уже снять видео на подобную тему, поэтому давайте сегодня поговорим о таких моих находках в этом вопросе, которые здорово помогут вам упростить жизнь. И надеюсь, что сегодняшние мои лайфхаки будут для вас полезны, поэтому если вам интересно видео на эту тему, то оставайтесь со мной и мы начинаем. Итак, первый лайфхак, о котором я хочу поговорить с вами, касается того момента, что я уверена, что в гардеробе у каждой девушки есть такие вещи, которые она не носит буквально годами. Лично у меня есть такие вещи, потому что, ну, мне их как-то жалко выкинуть, я не помню, когда я их в последний раз носила, и я для себя разработала такой лайфхак, точнее, я его где-то услышала и сейчас активно применяю в своей жизни. В общем, каждый раз, когда я меняю вещи с одного сезона на другой, например, с летнего на зимний, то я вешаю вещи обратной стороной вешалки, то есть, да, с одной стороны, это как-то неудобно, но к концу сезона я четко вижу те вещи, которые я ни разу не надевала, потому что вешалки я на них не меняла. И, соответственно, так я могу отследить те вещи, которые, ну, остались вообще невостребованными. И да, я как самый знатный любитель захламиться, мне очень тяжело расставаться с вещами, особенно с одеждой, я всегда думаю, а вдруг мне эта вещь пригодится, и продолжаю упорно держать ее в шкафу несколько лет, хотя я ее не надевала ни разу за это время. Так что здесь у меня тоже есть свое правило, если я не надевала вещь целый год, то, значит, скорее всего, она мне не нужна, и в следующем году я ее на 99% не надену. Так что лучше я ее отдам тому, кому она будет нужнее, и кто будет ее носить, потому что вещи, которые просто висят в шкафу, это абсолютно бесполезно. Также у меня есть еще такой совет для таких же забывчивых девушек, как и я, потому что я не могу держать в голове весь свой гардероб, я искренне восхищаюсь девушками, которые помнят наизусть каждую свою вещь, могут легко воссоздать в голове какие-то образы, я так не умею. И поэтому я решила для себя сфотографировать весь свой гардероб, какие-то хотя бы базовые образы, то есть это можно делать двумя способами. Вы можете сфотографировать себя полностью одетой в эту одежду, либо можете сфотографировать вещи на вешалках, но по моему опыту вещи, которые сфотографированы на вешалках, ну, смотрятся как-то не очень вдохновляюще, поэтому лучше потратить на это полдня, сфотографироваться в интересных образах, в своих вещах, и так вам будет легче ориентироваться, даже, например, когда вы там лежите дома в кровати и думаете, а что мне сегодня надеть? Просто полистали в телефоне свои вещи, даже не нужно заходить в гардеробную и смотреть шкаф, так что это, наверное, лайфхак, который, я думаю, пригодится всем девушкам. Следующий лайфхак касается носков, дело в том, что, да, во-первых, это вечная проблема найти носочком пару, особенно если, например, носки черные, однотонные, либо если просто у вас много похожих, но разных носков, и поэтому нужно придумать что-то, чтобы их хорошо складывать, удобно систематизировать, и если систематизация это для кого-то другого не для меня, то удобно их складывать для меня было очень важно. И я наткнулась давно-давно на ютубе на способ складывания носков, который просто меня покорил, я теперь складываю носки буквально за секунду, и мне очень нравится, как они смотрятся. В ящике все стало гораздо аккуратнее, и самый большой плюс, конечно, что это делается буквально за одну секунду, вы сейчас видите на видео, как я складываю носки, то есть я их складываю ровно друг к другу, пяточка к пяточке, загибаю один и засовываю его, если можно так сказать, в другой, мне кажется, что это просто гениальный способ, я складываю так все носки в доме, и теперь в ящике у меня стало гораздо аккуратнее, и нет проблемы распаренных носков. Также у меня есть лайфхак на осенний-зимний сезон, дело в том, что я просто ненавижу носить колготки, но, к сожалению, мы живем в России, и у нас есть суровая зима, у нас есть суровая осень, и, в принципе, бывает и суровая весна. И могу сказать, что колготки носить все равно приходится, и самая большая боль заключается в том, что они постоянно рвутся, лично у меня, несмотря на то, что я там ногти сильно длинными не отращиваю, все равно за что-нибудь колготки цепляются, и это просто дикая боль. Но, короче, я использую такой специфический лайфхак, который тоже нашла очень много лет назад в интернете, я колготки, которые только планирую надеть, немножко сбрызгиваю лаком для волос, особенно это касается зоны на пальцах, потому что зачастую она часто тоже рвется, и бывает даже сбрызгиваю колготки лаком, когда их уже надела на себя, главное после того, как лак подсохнет, немножко отодвинуть их от кожи, потому что так они немножко прилипают. Но могу сказать, что так колготки становятся чуточку устойчивее, и в принципе могут предотвратить такое неприятное явление, как стрелка, потому что, наверное, это вещь номер один, которая бесит всех девушек на планете. Еще бывает, что кожаные вещи, в частности кожаные сумки теряют свой, можно сказать, товарный вид, там где-то появились потертости, царапины, и хочется, чтобы сумка, например, выглядела посвежее, у меня есть такой специфический лайфхак. В общем, дело в том, что я смазываю сумки, которые, например, немножко теряют товарный вид, обычным питательным кремом, не увлажняющим, потому что в интернете, кстати, говорили, что нужно смазывать увлажняющим, не знаю, мне больше нравится какой-нибудь питательный крем, который мне не очень жалко для этих целей. В общем, с помощью такого незамысловатого совета вы можете освежить внешний вид вашей кожаной вещи, в частности сумки, либо это будет какая-то кожаная куртка, кожаная обувь, да что угодно. Но могу сказать, что какие-то потертости действительно становятся менее заметными, и мне безумно нравится этот лайфхак, я им активно пользуюсь и, в принципе, использую буквально обычный какой-нибудь даже самый недорогой крем, который есть в моем арсенале, с этим справится абсолютно любой крем. Что еще касается ухода за одеждой, то могу сказать, что я не рекомендую вам гладить вещи, потому что когда вы проводите горячим утюгом по вашей одежде, то волокна тканей, они деформируются, они портятся, и вещи быстрее выходят из строя, если можно так сказать. Я предпочитаю максимально вещи не гладить, а именно отпаривать, потому что пар не так повреждает структуру одежды, но при этом вы все равно будете выглядеть аккуратно. И также, если вы ненавидите гладить, как и я, то я уверена, что отпаривание будет гораздо менее сложным для вас процессом, поэтому это еще и упростит вашу жизнь. И раз я решила показать вам свою рутину по уходу за одеждой, то было бы странно не показать своего главного зверя, который просто спасает меня, так как я, в принципе, как уже сказала, ненавижу гладить одежду. В общем, это парогенератор Tefal Pro Express Ultimate GV958, он у меня где-то месяц, до этого я использовала другой, но это просто небо и земля, потому что он настолько мощный, что даже постельное белье можно гладить в несколько слоев. Пар подается под давлением до 8 бар, а паровой удар до 600 грамм в минуту. В нем очень удобный коллектор для накипи и съемный резервуар. На самом парогенераторе есть регулировка температурных режимов для разных типов тканей, и вообще, я уже очень давно не гладила белье обычным утюгом, так как с паром процесс идет гораздо быстрее, плюс он убивает бактерии. Вообще, еще очень большое преимущество для меня, что большую часть своего гардероба я вообще могу отпарить прямо на вешалке, особенно трикотаж, футболки. Он стоит у меня в гардеробной, и так я могу с его помощью быстро освежить вещи, например, когда меняю сезонный гардероб. Так что, девушки, если вы такой же не любитель глажки, как и я, то парогенератор это прям вещь номер один для вас, тем более, что его можно купить вам видео. Следующий лайфхак пригодится вам, если вы доходитесь в путешествиях, у вас с собой нет ни утюга, нет отпаривателя, возможно, даже ручного, хотя я всегда с собой в путешествия стараюсь брать еще и ручной отпариватель, потому что это безумно удобно. Но оказались вы в такой ситуации, что делать? Есть такой, знаете, самый старый и проверенный способ, лайфхак по отпариванию вещей прямо в гостиничном номере. Вы просто берете ту вещь, которая вам нужна, вешаете ее на вешалку, заносите в ванну, в идеале в душевую кабину, закрываете ее и включаете самую горячую воду, и пусть она там льется, и образуется пар. С помощью такого способа можно классно отпарить вещи, то есть она висит, наполняется паром и распрямляется. Это просто лайфхак номер один, который спасал меня далеко не один раз. Также, например, вы можете просто сбрызнуть вашу одежду какой-то теплой водой, тоже в вертикальном положении на вешалке просушить ее немножко феном, в принципе, это тоже помогает. Также практически всю свою одежду я стараюсь стирать в мешке для стирки, они очень бюджетные, продаются в любом хозяйственном магазине, в любом гипермаркете, и я могу сказать, что вещи меньше травмируются в стиральной машине. И это очень удобно, когда нужно, например, постирать мелкую одежду, например, те же самые носки, все остается в одном месте и не разбрасывается там по всему барабану, и идеально также для нижнего белья. Также на одежде вы часто можете встретить значок, что нужна только ручная стирка, если честно, я не стираю ничего руками, потому что зачем это делать, несмотря на то, что бывает одежда деликатная, у нас всегда есть стиральная машина, и не думайте, что если есть значок стирка только вручную, вы не можете стирать одежду в машинке, у меня есть свой лайфхак, когда написано, что вещь можно стирать только руками, я все равно засовываю ее в стиральную машину и включаю режим полоскания без отжима. В принципе, делается все то же самое, что делаю я руками, но при этом я там ничего не делаю, мне останется только одежду отжать и повесить. Я также изначально могу добавить немножко моющего средства прямо на саму вещь, сразу идет вода, и сразу получается, что полоскание еще и простирывает одежду, и при этом режим полоскания, он очень гуманный, он не травмирует вещи, вы сами можете посмотреть, что в машинке барабан крутится очень деликатно, и с помощью такого лайфхака я избавляю себя еще и от лишней ручной стирки. Также, когда я сушу одежду, то я стараюсь максимально делать это на вешалках, если мы говорим про рубашки, говорим про футболки, про маечки, про пиджаки, все я сушу только на вешалке, за счет этого одежда распрямляется, и это очень сильно облегчает отпаривание, и в принципе есть такие вещи, которые даже можно просто хорошо расправить, повесить на вешалку, и их даже не придется отпаривать, гладить. И еще один такой специфический дополнительный лайфхак, он касается аксессуаров, касается очков, дело в том, что он мне был буквально актуален на прошлой неделе, у меня начали расшатываться очки, то есть откручиваться болтик, и у меня не было времени пойти к мастеру, сдать мои очки, они мне были очень сильно нужны, и я просто намазала их немножко прозрачным лаком для ногтей, и очки перестали шататься, и болтик в принципе немножко зафиксировался, что позволило мне продержаться еще пару дней. И могу сказать, что с виду это кажется каким-то тупым банальным советом из интернета, но лично мне он очень сильно помог, так что возможно вы тоже носите очки, и возможно вам когда-то пригодится этот совет, возможно никогда не пригодится. И в принципе это и были все советы, лайфхаки, о которых я хотела поговорить с вами сегодня. Если вам понравилось это видео, то не поленитесь поставить ему большой палец вверх, мне будет безумно приятно, и обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, я стараюсь быть там с вами на связи, выкладывать какие-то сториз, пишите мне там комментарии тоже, потому что там я бываю еще чаще, чем на ютубе. Если вы знаете какие-то оригинальные советы и лайфхаки, которые касаются одежды, да и не только, то обязательно пишите мне их в комментариях, потому что уверена, что это будет всем полезным, и обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. С вами была Алина, увидимся в следующем видео, пока! Сижу тут с вами разговариваю и понимаю, что вообще-то сегодня это день уборки. Сейчас закончу снимать видео, пойду его скину на компьютер и начну хардкорную уборку. Суббота, суббота день уборки.